Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья Носова и я отвечаю на ваши вопросы. Сегодня я отвечу на вопрос Натальи Фирсовой. Слышала, будто выяснилось, что животные умеют смеяться. Могу представить что-то такое у обезьян, но вот с остальными как? Шутить – да, но смеяться – действительно ли есть какое-то определенное и узнаваемое проявление таких эмоций у животных? И если да, то как оно у них выглядит. Ну, на самом деле, со смехом все не так просто и, наверное, надо сначала определиться, что такое смех. Если говорить о человеке, то для нас смех – это целый комплекс различных действий. Они происходят неосознанно. У нас сокращается ритмично диафрагма при смехе, сокращаются и другие органы дыхания, через которые проходит воздух. При этом наше лицо приобретает определенную мимическую гримасу. И еще мы, как правило, издаем какие-то звуки при смехе. Как же у животных? Есть ли у них смех? И вообще, насколько мы можем это выяснить? С одной стороны, кажется, что есть животные, которые издают звуки, очень похожие на смех человека. Ну, допустим, если вы слышали когда-нибудь крик гиены, то знаете, что гиена – такое впечатление, что очень громко хохочет. Подобные же звуки, например, издают австралийский такой крупный очень зиморода, который называется кукобара. Ну и еще подобные звуки издают некоторые другие животные, например, чайки. И если мы слышим их крики, это очень напоминает человеческий смех, но напоминает лишь внешнее. Такое сходство довольно случайное. Но при этом ученые действительно задались вопросом, а есть ли у животных смех? Они изучили, во-первых, игровое поведение разных видов животных, а во-вторых, они записали их голоса в виде графиков и сравнили между собой. И, собственно говоря, что они выяснили? Они выяснили, что, по крайней мере, для 65 видов животных, из тех, которых они изучали, конечно, они изучали не всех, смех характерен. Характерен в том числе и различными звуковыми сигналами. Кто же смеется, собственно говоря? Ну, конечно, помимо человека смеются различные приматы. Смех шимпанзе даже довольно похож на смех человека, и его довольно легко распознать. Смеются, помимо этого, тюлени, мангусты, коровы, собаки, лисы и даже некоторые птицы. По крайней мере, у трех видов птиц смех обнаружен. То есть, как вы видите, количество животных, которые точно могут смеяться, оно достаточно большое. Но в некоторых случаях нам довольно сложно определить, есть ли у животных смех. Ну, например, было обнаружено, что очень любят посмеяться крысы. Но делают они это на очень высоких частотах, которые не воспринимает человеческое ухо. Они смеются на частоте 50 кГц. И, соответственно, это было обнаружено с помощью приборов. Крысы очень любят смеяться, когда их щекочут. Собственно говоря, в экспериментах экспериментатор щекотал крысу, щекотал ее в разных местах, по-разному. Оказалось, что у крысы, как и у людей, есть самые щекотные места. Например, брюшко и спинка оказались у крысы самыми щекотными. А если, например, щекотать хвост, то крыса как-то не особенно по этому поводу будет веселиться. И оказалось, что крысы настолько любят вот этот процесс щекотки, что буквально, когда экспериментатор их щекотал, они потом бегали за его рукой для того, чтобы экспериментатор продолжил с ними играть и продолжил их щекотать. Но очень интересные наблюдения были, безусловно, за обезьянами. В первую очередь, конечно, за шимпанзе, наиболее близкими к нам с точки зрения эволюции всех современных животных. Шимпанзе, горилла, орангутаны тоже, кстати говоря, как и крысы, очень любят щекотку. Жила такая прекрасная горилла, которую звали Коко. Она родилась в зоопарке Сан-Франциско и получила мировую известность благодаря тому, что ее обучили языку жестов. И она прекрасно язык этот освоила. Она знала тысячу жестов, великолепно пользовалась языком, обладала чудесным чувством юмора, шутила. И она очень любила как раз, когда ее щекотят и даже просила об этом специально, чтобы ее пощекотали. Возникает вопрос, собственно говоря, функции смеха какие. Но надо сказать, что в первую очередь, конечно, это социальная функция. Если ученые наблюдали за животными, то очень часто смех они встречали в каких-то игровых ситуациях. Но а животные как играют? Они часто устраивают между собой такие вот потасовки. И во время этих потасовок животным-то все ясно, что у них это шуточная потасовка, что это игра. А вот со стороны не всегда это понятно. И вот, собственно говоря, смех, он как бы дает понять партнеру, что все прекрасно, все хорошо, что ситуация шуточная, что никакой опасности нет. Конечно, смех играет социальную функцию. Играет он такую функцию и у людей, безусловно. И, кстати говоря, вот это сразу говорит о том, что существуют разные виды смеха. Вообще видов смеха очень много. Мы можем смеяться над какой-то смешной ситуацией. Мы можем смеяться от какой-то неловкости. А вы не дадите мне аванс? И вы знаете, наверное, что смех еще и заразителен. И если вы видите смеющегося человека, даже если вы не знаете, по какой причине он смеется, скорее всего, вы начнете улыбаться, а то и смеяться вместе с ним. Потому что действительно вот этот вот смех, который ассоциируется прежде всего с какими-то положительными эмоциями, с приятными ощущениями, он очень заразителен оказывается. И мы начинаем смеяться вместе с ним. Но, кроме этого, мы можем смеяться просто от щекотки. И если дети еще более-менее как-то к щекотке относятся неплохо, то, как правило, большинство взрослых щекотку не любят. И, скажем прямо, это не самые приятные ощущения. И, тем не менее, мы смеемся, и это происходит рефлекторно. То есть это какой-то особенный вид смеха, который является ответом на механическое воздействие. И пусть это не слишком приятно для нас, но, тем не менее, мы смеемся и не можем иногда остановиться. Ну, и еще интересное замечание по поводу смеха. Да, мы смеемся от щекотки, но почему мы не можем сами себя пощекотать? Ну, вот попробуйте пощекотать себе, не знаю, подмышкой или в районе ребер, и вы поймете, что вам не щекотно. Хотя, вроде бы, все то же самое. Почему же так происходит? Все дело в том, что, когда мы сами себя щекотим, то мужичок контролирует все наши движения, в том числе и движения наших рук. И наше тело заранее может предугадать. То есть это такое предсказуемое довольно ощущение. И, соответственно, это очень важно, потому что это дает возможность нашему организму и нашему мозгу отделить те ощущения, которые мы получаем от прикосновения к самим себе, от других прикосновений, которые для нас оказываются неожиданными. И вот эта вот неожиданность прикосновений, она, наверное, и лежит в основе щекотки. И есть такое предположение, что, может быть, это когда-то возникло в процессе эволюции для того, чтобы отреагировать, например, на какое-то ползущее по вам насекомое, которое может быть опасным. Потому что, когда нас начинают щекотать, мы начинаем нервно вздрагивать, и при этом, если кто-то по нам ползет, вполне вероятно, что мы это насекомое из себя сможем сбросить. Так что, видите, в общем, все человеческое им тоже не чуждо, животным. И нередко мы встречаем то, что есть у нас и у различных других живых организмов. Ну что же, на этом, пожалуй, сегодня все. Не забывайте подписываться на наш канал, ставьте пальчик вверх, заходите и на другие каналы нашего музея. И приходите в музей, мы всегда рады вас видеть. У нас очень много всего интересного. Наши выставки постоянно меняются, и всегда можно увидеть что-то новое. Ну а если вы живете далеко от нашего музея, вы можете воспользоваться нашими Zoom-занятиями. Это тоже очень интересно. Всем пока!